С вами новости Анапы в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. В начале о главных темах этого выпуска. С вашей энергией, с нашей помощью. Все вместе сделаем. Новые социальные объекты Анапы. Мэр города во время рабочей поездки проверил ход строительства спорткомплекса в селе Супсех и школы в микрорайоне Горгипия. В России и в целом во всем мире, мне кажется, это мероприятие запомнилось. Благодарность от президента России. Анапских волонтеров наградили от имени главы государства за участие в организации чемпионата мира по футболу. Мамам будет приятно, когда дети сделают своими руками подарки. Подарок для мамы своими руками. Для ребят из многодетных и приемных семей организовали мастер-класс по изготовлению сладких сюрпризов. В Краснодарском крае за сутки выявили 142 случая коронавируса. Из них 4 в Анапе. По состоянию на 5 марта медицинские организации региона с подозрением на COVID-19 обратились 187 492 жителя. На сегодняшний день подтверждено 39 155 случаев заболевания коронавирусом. Более 34 тысяч человек выписали с выздоровлением, в том числе 205 за последние сутки. 81 житель находится в тяжелом состоянии. Из них 77 на искусственной вентиляции легких. Сегодня мэр Анапы проверил ход строительства объектов в социальной сфере. Спортивного комплекса в селе Супсех и школы в микрорайоне Горгипия. Работы идут по графику, тем не менее Василий Швец дал поручение своим заместителям контролировать выполнение всех сроков. А при закупках необходимого оборудования для школы и спорткомплекса максимально ориентироваться на продукцию местных производителей. На месте будущего спортивного комплекса в селе Супсех уже остановлен каркас для возведения железобетонных колонн. Хоть работам и несколько помешала морозная и ветреная погода этой зимы, подрядчик заверил мэра Анапы. Сроки сдачи объекта переносить не придется. На марте мы заканчиваем полностью конструктив и переходим к инженерным сетям. По плану организации строительства у Вас когда сроки окончания? Окончания 31 мая. 31 мая. Риски какие-то Вы видите? Ну, как сказать, риски они минимальные. И в принципе все рабочие вопросы оперативно. Директор школы Олимпийского резерва номер один, на территории которой идет строительство, напомнил, что появление спорткомплекса здесь ждали давно, еще с 2017 года. Сделать здесь такой объект спортивный, чтобы соответствовал всем требованиям. Правильно. Василий Александрович, я думаю, что мы достроим. Конечно, достроим. С Вашей помощью. Только да, только с Вашей энергией, с нашей помощью, все вместе сделаем. Одновременно со строительными работами самое время заключать договоры на поставку оборудования для спортивного комплекса. Этот процесс уже запущен. И здесь же на месте Василий Швец дает поручение. В первую очередь обращать внимание на продукцию кубанских, а еще лучше анапских производителей. Это принципиальная позиция мэра. Промышленность края способна закрыть все запросы. Во-первых, здесь плечо. Во-вторых, мы можем контролировать ход производства этих. Ну, в-третьих, это экономика наших близлежащих муниципальных образований, либо нашего города. Второй объект, где сегодня побывал мэр, не менее важен для города. Это школа на 1550 мест в жилом районе Горгипия. Там строительство началось в ноябре. Но уже к концу года подрядчик обещает завершить эту часть работ. Что на сегодняшний день уже сделал? На данный момент выполнены сети, внутреплощадочные. Выполнен сокольный этаж. Сейчас поднимается первый этаж. А на двухэтажный? Трехэтажный. У застройщика есть опыт возведения таких школ в Краснодаре. Это касается и озеленения, и плитки на школьной территории, и даже покрытия спортивных площадок. Баскетбольная площадка, беговая дорожка, дорожка для прыжков. Ну, то есть здесь будет полностью... Это спортивные тренажеры? Спортивные тренажеры, да, будут размещаться. В новой школе учебный процесс должен начаться уже 1 сентября следующего года. Итоги объезда его участники подвели на оперативном совещании в мэрии. Василий Швец поручил своим заместителям и руководителям профильных управлений контролировать ход строительства социальных объектов. Это принципиально важная задача сегодня для нашего года. Объектов строится немало, слава богу, что здесь есть очень мощная, понятная, четкая поддержка нашего кровавого руководства, личного губернатора, Меневича Кондратьева. Поэтому сегодня наша с вами основная обязанность – это качественно и в срок построить те объекты, финансированные на которые у нас были сегодня предусмотрены и выделены. Задача служб мэрии – обеспечить организационную часть оснащения и школы и спортивного комплекса. Этот процесс нужно вести параллельно со строительством. Тогда все объекты начнут свою работу в намеченные сроки. В Анапе состоялась торжественная церемония награждения волонтеров Чемпионата мира по футболу. Итоги прошедшего в России первенства планеты подводят до сих пор. И вот теперь благодарности, подписанные президентом страны, вручили тем, кто помогал в организации и проведении этого события. В зале молодежного пространства «Лофт» собрались 30 человек, которых лично отметил президент России. Его благодарности и за помощь в организации и проведении Чемпионата мира по футболу удостоены анапские волонтеры. Те, кто два с половиной года назад принимал гостей города-курорта, среди которых была и национальная сборная Дании. Почетную миссию и вручение наград выполнил вице-мэр Анапы. Хочется еще вас поблагодарить за такую активную жизненную позицию всех, потому что функционал был самый разный. Мы готовились к разного рода развитию событий. Вместе с молодыми людьми награды главы государства получили и представители движения «Серебряные волонтеры». Сопричастность к жизни страны, города и взаимодействию с нашим замечательным молодежью остается для нас гордостью. Спасибо вам большое! Серебряным волонтерам наравне с молодежью пришлось подучить иностранные языки, историю футбола и чемпионатов мира. Они вместе работали на площадках сборной Дании и на информационных стендах в городе. Рассказывали болельщикам, какая команда, когда и где играет, чем закончились прошедшие матчи, а также о самой Анапе. Помощь окружающим для этих людей стала частью жизни. Начиная с Олимпиады, фестиваля молодежи и студентов и на чемпионате мира. Сюда вместе. Мы муж и жена. Сложно было? Вы знаете, страшно было первый раз, когда только предложили, потому что все было неизвестно. Но когда мы уже поняли, куда мы пошли, стараемся делать добро. Нам это очень интересно. Мы всегда находим свободное время. У нас всегда все есть. И мы и дома успеваем, и с внуками, и волонтерить успеваем. Я координатор была команды городских волонтеров, непосредственно занималась руководством всей вот этой подготовки, обучения школы социального волонтерства. Поэтому еще раз хочу сказать спасибо всем, кто приложил руку, сердце к этому глобальному масштабному проекту, который нам удалось сделать классно в России и в целом во всем мире, мне кажется, это мероприятие запомнилось. В завершении встречи волонтерам напомнили, что их навыки и таланты еще не раз пригодятся Анапе. Страна и город готовятся к новым масштабным событиям, а без помощи добровольцев их организаторы вряд ли обойдутся. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Накануне 8 марта в рамках всероссийской акции «Мы вместе» специалисты Управления по делам молодежи и волонтеры поздравили участниц Великой Отечественной войны. Сегодня в Анапе проживает 12 женщин, которые на фронте и в тылу сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Наравне с мужчинами переносили тяготы войны и одержали победу. В этот день им вручили лично или передали через родственников праздничные продуктовые наборы, поздравительные открытки и символические бумажные цветы. А самое главное – слова признательности и благодарности. Задача, чтобы ветераны не были забытыми. К сожалению, не всех лично можно поздравить, так как все уже находятся в глубоком почтенном возрасте. Но передаем через родственников поздравления, теплые слова и благодарим за то, что они сделали для нашего поколения. Сразу 40 мам из многодетных и приемных семей в Анапе получат на 8 марта уникальные подарки – шоколадки, собственноручно изготовленные их детьми. В городе прошел необычный мастер-класс, организатором которого стал Центр социального обслуживания населения. Мальчишки и девчонки попробовали себя в роли настоящих шоколатье. Готовы? Команды! Команды! Шоколадный! 8 марта! Особенным шоколадным это 8 марта будет в 40 многодетных и приемных семьях Анапы. Детям повезло попасть на настоящий мастер-класс по изготовлению вкусных подарков. Им рассказали и показали, как своими руками приготовить праздничные угощения для мам, сестер и бабушек. Наливаем все это в формочку, да? И формочкой надо немножко постучать, чтобы весь шоколад распространился по массе. На своеобразный урок по изготовлению шоколада пригласили детей из семей, состоящих на учете в Анапском центре социального обслуживания населения и подопечных благотворительного фонда «Берег жизни». Эта организация совместно с предпринимателями и выступила организатором интересного и полезного мастер-класса. Это, с одной стороны, профориентация, чтобы дети увидели, что есть такая профессия – шоколатье. С другой стороны, это развлечение, это радость. А еще, с другой стороны, это приурочили к праздникам, мамам будет приятно, когда дети сделают своими руками подарки. Знаете, первый опыт. Мы к 23 февраля тоже делали подарки. К папам им очень понравилось, поэтому решили повторить эту акцию и к 8 марта. Для них это очень важно. Детки с таким энтузиазмом это делают, чтобы доставить удовольствие маме в день 8 марта. Это вкусное, шумное и познавательное событие вписывается в рамки социального понятия «профилактика семейного неблагополучия». В данном случае задача выполнена успешно. Каждого ребенка ждал сертификат о погружении в профессию шоколатье. А их мамы получили на праздник уникальные подарки. Ведь второй такой шоколадки точно ни у кого в мире не будет. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Анапские инспекторы и дорожно-патрульные службы присоединились к краевой акции «Цветы для автоледи». Сегодня утром они останавливали машины, за рулем которых были представительницы прекрасного пола. Но вместо проверки документов дам ждало поздравления с предстоящим праздником. Для анапских сотрудников ДПС поздравления женщин-водителей с наступающим 8 марта становится доброй традицией. Однако, когда и где именно пройдет акция, каждый раз угадать невозможно. В этом году патруль выбрал утренний час пик и улицу Астраханскую. Все дамы, ехавшие по своим делам, были приятно удивлены, когда обычная проверка документов заканчивалась вручением огромной розы. Деви, праздник 8 марта. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Да, оставайтесь такой же, за структурирование на дорогах. Спасибо. По ходу акции инспекторы меняли сценарий поздравлений. Некоторых автоледи приглашали проследовать за сотрудником ДПС в патрульную машину. Но сегодня утром женщин ждали исключительно положительные эмоции. Отвезла ребенка в школу, возвращаюсь домой. Здесь такой приятный сюрприз. Останавливать очень редко, было неожиданно. Езжу по правилам, поэтому бы не было приятно такой сюрприз получить. Огромный букет, приготовленный для акции «Цветы для автоледи», закончился и сотрудники ДПС приступили к несению повседневной службы. Дорогие дамы, в преддверии праздника 8 марта отдельная рота ДПС поздравляет вас с этим прекрасным днем. Желаем счастья, здоровья, успехов, всего самого лучшего. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны и осторожны. Хотя эти слова адресованы женщинам, про внимательность и осторожность на дорогах нужно помнить всем участникам дорожного движения, и не только в праздничные дни. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Смотрите выпуски на сайте anaparegion.ru или на наших страницах в социальных сетях. Партнер нашего выпуска новостей – выставка-ярмарка «Анапа. Самое яркое солнце России», которая уже совсем скоро будет встречать своих гостей в новом формате. А на этом у меня все. С наступающим праздником и до встречи на следующей неделе. Дорогие друзья, с 24 по 26 марта приглашаем вас принять участие в 28-й выставке-ярмарке «Анапа. Самое яркое солнце России-2021». Впервые выставка будет проходить в новом формате и на новой площадке. Ждем вас по адресу Пионерский проспект 234, парк-отель «Лазурный берег». Телефон 8 800 201 07 51.